Сейчас мы как раз готовим семинары для арбитров и комиссаров разных уровней, разных дивизионов чемпионатов Украины. Вот такие семинары пройдут, будет три семинара. Первый с 14 по 16 августа в Ровно, где будут судьи и комиссары высший и первый лих, и частично, ну и всех так называемых любительских соревнований, там юношеской лиги, аматорской лиги, студенческой лиги. Это будут судьи западного и центрального региона там принимать участие. Второй семинар такой же категории судей будет с 18 по 20 августа в Черкассах. И третий семинар для судей и комиссаров Суперлиги пройдет в Киеве 24-25 августа. Количество судей на Евробаскете, естественно, увеличилось. Было 28 судей, сейчас 40. Но последние годы от Украины всегда было два человека. Евробаскет будут судить два арбитра. Сергей Защук и я, Владимир Дробяковский. Я каждый год участвую в нескольких международных семинарах. Я являюсь еще и национальным инструктором. То есть я ответственный перед ФИБО Европа за подготовку арбитров, комиссаров в Украине. То есть я каждый год езжу на семинары для национальных инструкторов, где получаю какие-то знания, вот, с нами там проводят определенную работу по критериям, по трактовкам правил. И потом на Украине, вот в этих семинарах, которые я провожу, то есть я довожу все новинки, все изменения, я довожу до всех арбитров Украины. Претензии к арбитрам будут всегда, потому что в баскетболе нет ничьих. Кто-то обязательно проиграет. И, соответственно, будут претензии. Честно говоря, мы ожидали, что не будет больше проблем, потому что были изменения там в правилах 8 секунд, правилах 24 секунд, вводилось правило полукруга. Но на самом деле были сложности именно в судействе, где-то, может быть, в течение первых двух месяцев. Потом все адаптировались, привыкли к этим изменениям, потом проблем не было с новыми правилами. Вы знаете, во время игры могут возникнуть самые невероятные ситуации. Но вообще-то в судействе считается самым сложным. Это определить виновника столкновения. Когда два игрока сталкиваются, оба лежат на паркете, как любят сейчас говорить, на паркете. И кто-то из них виновник столкновения. Так вот кто? Вот для этого определить арбитру тяжелее всего. Сейчас арбитры Суперлиги, после каждой игры мы получаем диски и свою игру просматриваем. Так что я просматриваю каждую свою игру. Безусловно. Вы потом видите, что были. И вижу, да. И в каждой игре арбитры ошибаются. Не бывает игр, где бы арбитры обсудили без ошибок. Естественно, смотрю, естественно, вижу, что неправ где-то. Анализирую, почему я сделал эту ошибку. И точно так же, я надеюсь, работают все с вами. Спасибо. Спасибо. Спасибо.